Лизавидник дерутся, прикиньте? Что? Очень стерливый. Лизавидник даже дерутся целое утро. Привет! Всем привет! Всем привет! Сейчас суббота, я пришел с работы. У меня сейчас много энергии. Хочу заняться небольшими домашними делами. Хочу ремонт, так сказать, мелкий, который я планировал в течение 10 недель и закуплял материалы на складе у нас. Вот. Мои девочки подметают, убираются. Я сейчас буду заниматься монтажом видео. Переберу шкаф еще. Вот. Монтаж видео делаю для одной очень хорошей девушки, ее семьи. Вот. Хочу сказать еще раз всем, кто хочет сделать необычное фото, видео, фильм из своих архивных фотографий, я могу вам в этом помочь. Мы можем обсудить и создать уникальную, уникальный фильм для вашей семьи на память, так скажем. Такой вот живой фото, видео, альбом. Такой альбом, мне кажется, будет всегда приятно просматривать вместе с родными. Да, я не досказала, батарейка села. Живой фото, видео, альбом может быть у вас и у ваших родных на долгую память, так скажем, о всех ваших событиях в жизни. Потому что сейчас многие снимают со смартфона маленькие, короткие видеоролики, какие-то фотографии хранятся, хранятся. Мы их редко когда пересматриваем. В общем, из этого всего можно сделать очень даже неплохой видеофильм, так скажем, о жизни вашей семьи, о развитии ваших детей, о каких-либо событиях, возможно, путешествия, отдых на море. В общем, миллион разных возможностей все в ваших руках. Это по цене очень даже недорого, так что обращайтесь обязательно. Потому что зарядка, батарея разряжена. В общем, у меня здесь происходит катастрофа. Я перебираю полностью шкаф, разбираю, перебираю вещи. Вот. Перелаживаем, все складываем. И хочу перестирать. Даже чистые вещи, но они лежали, например, сезон. Поэтому уже нужно освежить их. Вот. Соня занимается уроками. Сережка там чинит розетки у нас на машинку стиральную. Уже починил в зале. В общем, работа кипит. Сережа чуть-чуть даже не спал с работы. У нас все разряжено, но света нету. Вот так. Вот такие дела. Потом еще хочу сделать, я пообещала Соне, маникюр. Ну, понятно, что не яркий какой-то сделать. Будем нашли все мои мини-приблуды для этого дела. И мы еще планируем сегодня поехать на дамбу. Так что вечер будет интересный. Они целуют вас. Я уже проснулся, меня разбудили. Сейчас Ира высыпает покушать. У меня, кстати, какая-то проблема. После работы у меня лицо почему-то высыпало. У меня такое бывает. Часть дня, когда я полностью, например, покупаюсь и в Ване полежу, с моим лицом, у меня почему-то высыпает таким образом. Ну и руки тоже под раздражением. Вот, когда она пахнет. Да, Ира тут занимается этими делами. Купила, как-то приводит. Не показывай. Спасибо на голову. Да, Ира здесь решила перепотрошить мой рюкзак, высыпала все сюда, теперь она решает, что это я сразу здесь. А можно я место на двоем здесь сядь? Нет. Почему? Нет. Она законная моя. А ты сам говорил, что посередине замку главный сочлен сельсии. Ну, туси ее к нам начинать с семьи. Да? Танцовое щитку потушить, чтобы вечному надо было. Да. Еда! Да. Ты знаешь, я теперь каждый раз, когда хочу что-нибудь спеть, там, ля-ля-ля-ля-ля-ля, какого-нибудь, сразу вспоминай, как ты сказал мне, что в многодейственном фильме живем. Да, я уже знаю, что прям... Моя душа прям поет! Тара-та-ра! Я тебя тоже прикумалю, реально, когда постелился единицкий фильм, блин, как в любое действие, там танцы и пение. Тара-та-ра-та-ра-та-ра! Там она пишет, ну так ты же сам и живешь! Ха-ха-ха! Пойду похвастаюсь. Так, ребят, утром, в общем-то, я сделал, наконец-то, розетку, нормальную, сюда и сюда. Вот. Теперь все адекватно надо, кстати, выделить. сделал, кстати, вот здесь вот держак для душа. Очень удобно было купаться. И вот здесь вот Соня сделала розетку, потому что она у нее вообще вывалилась, старая была. Старая все нормальная. Кстати, здесь ужасные по квартире алюминиевые провода стоят, я бы с удовольствием все поменял бы. потому что это пипец просто, ну. Мы решили пойти погулять. Вообще, по-моему, были большие, приехали в центр, но там такая сейчас холодная, такой ветер сильный, что мы, короче, передумали. Потому что замерзнем быстрее. У нас одежды сейчас нету теплой особой, потому что мы не рассчитывали быстрое похолодание. Сейчас выйдем, здесь по местности погуляли. Кстати, ребят, как насчет прямого эфира? Может быть, у вас подкопились вопросы? Пишите обязательно. И время напишите, когда вы бы хотели бы нас видеть. У нас все тепло одеты. Пес тоже и в среде не остался. Пес! Пес! Ты пойдешь сами гулять? Да! Конечно! Пойдем! Зань! У нас сегодня будет пору романтический вечер? Ну, пока как? Ну, пока я не уснул. А-а-а! А, посмотрите, какой мама мне маникюры сделала! Заря, пошли, мы готовы. Хорошо, обуйтесь. Соня, одевай перчатки. Мне здесь очень нравятся дворы. Красиво сделано. Особенно мне нравятся, как это дворы. Делают в Польше, в Чехии, например. В Эстонии. Да, вот эти дворы, так сказать, сервиские наши. Поэтому когда-нибудь у нас тоже такого будет, конечно. Но не сейчас, но все равно сейчас даже тоже изменения есть. Мы поставили свет, хорошее. Ралочки стоят везде. И машин мало, самое главное. Потому что я ощутил самый ад. Мы ощутили, да? Да, в Краснодаре. В Краснодаре, когда вы заходите в любой двор, и у вас просто в дворе одни машины. У вас нет никакого, так сказать, домашнего уюта, чтобы вы могли... Вообще его нет. Чтобы вы могли выйти, сесть на рамочку, посидеть, полюбоваться на деревьях. Там даже площадки детские заставлены машинами. Да, просто везде машины. От них уже тошнит реально, эти машины. Они везде со всех дыр глядут. Вот у нас, конечно, это очень хорошо, что их мало. И во дворах, особенно их мало. Вообще обожаю такие вот олейки, парки. Вот так красиво все, когда все освещается еще. Люди, правда мало уже, холодно. Мне тут напоминает пальму. Казьяна, классно. Мы как-то шли, Сонна такое дерево увидела, говорит, он как скомасочный. Да, ребята, мы когда пили вот это, наверное, романтическое на нашем свидании утром. Клян, там вчера было? Чего позавчера? Там пили кофе, нам понравилось. Сейчас пьем еще раз купим. Я на холоде повторюсь люблю чай, особенно с какими-то... Она много горячей, конечно, потому что молоко не добавляется, либо сливки. Ставь себе плюсик в памяти, что макачино это вкусно. Сверху-сверху, когда тебя спросят, что ты будешь, ты скажешь, я хочу макачино. Вот тебя позовут гулять, к примеру. Кто-то там, мои родители, например, спросят. А что ты будешь пить? Малагерман. Спроси, что ты будешь? А ты такая, я хочу макачино. А ты скажешь, я не знаю. Сама кумарит, да, когда девушка на свидание отвечает. Вот меня реально так кумарило. Я не знаю. Кто знает, блин? Ну да. Меня вообще всегда удивляло, если на свидание там, ну или где-то там, да-да. Говорит, ты будешь там есть? Да. В смысле, я не буду. Как это можно откусаться от еды? Но халявы нет. Так, мы пришли уже домой, нагулялись, замерзли немного. И хотелось бы рассказать, что наша все-таки генеральная уборка на кухне, когда мы все перемыли, все снимали, но вы помните, как-то видео было. Все-таки помогла, и мы избавились от, где-то наполовину избавились на кухне от таракана, потому что я их тут еще не заметила ни разу. А я только что заметила. Кашу, да? Где? Сюда проползли. Только-только ты сказал, я только отодвигаю пачку, и он тупо туда раз-поползли. Почему они там живут за две раза? Опять вот он сюда, вот прям вот сюда залез. Какие они там живут? Почему они там живут? Молодцы. Ну, видел. Мне кажется, их дохрена стало. Их тупо вот нету пару дней, а потом опять начинается. При том, что мы еду не оставляем, и все равно. Что я хочу сказать? Они перебрались, селось в коридор у нас. В коридор, в туэт, в ванну. То есть их стало меньше на кухне, но все равно это не есть там, как вы видите, лучше видели. Это пипец на самом деле, и с ними жить очень ужасно и стремно. Все, ребят, всем пока, спокойной ночи и до завтра. Всем пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. И репост сделайте к видео, если хотите, чтобы наш канал развивался. Репост это поделиться этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok